Добрый день, я Гербельская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Как заставить пуансеттию цвести? Сегодня такая тема у нас в видео. Своё название Рождественская звезда это растение получила, потому что цветёт в преддверии Нового года, в преддверии Рождества. Мы можем увидеть её в магазинах, на прилавках цветочных магазинов, как раз таки это прекрасное растение. Посмотрите, как она растёт в природных, естественных условиях и какой величины достигает. Это не предел, она даёт достаточно хороший прирост. Здесь уже метра 2,5-3 метров высота ценится за свою красоту. Сейчас уже начало декабря и в основном все растения, они отцвели. Но как раз таки пуансеттия радует своим пышным цветением. Напишите в комментариях, как вам вообще нравится такое растение с цветением в Новый год. В первую очередь смотрите, что нужно растению, когда оно начинает цвести в естественных условиях. В декабре месяце, примерно за 8 недель до цветения, начинается короткий световой день. То есть свет растения получает примерно 14 часов и 10 часов должно находиться в покое в тёмном месте. Убрать её лучше в шкаф, либо закрывать каким-то тёмным бумажным пакетом, чтобы свет не проникал. На улице у нас становится темно уже примерно с 5-6 часов. В это время пуансеттия не нуждается в освещении. Если она будет у вас стоять на окне и свет будет попадать даже от фар-машин, либо за окном фонарь будет, или тот комнатный свет, который вы включаете вечером, то, к сожалению, пуансеттия не даст светения. Также большое внимание нужно обратить на полив. В этот период пуансеттия не нуждается в обильном поливе. Лучший метод для полива пуансеттии – это пролить полностью, дать стечь этой воде в поддон, слить эту воду и оставить до высыхания, до следующего полива, когда земляной ком уже просохнет у вас. Желательно это все проверять, пальцем проверять, потому что сверху может быть уже просохла земля, но когда вы поглубже потрогаете, там она может быть влажной. Можно залить растение и корни очень быстро у пуансеттии загнивают. То есть, таким образом можно потерять растение, не пересушивать, конечно, земляной ком, но вот этот баланс найти. Длительное цветение 4-6 месяцев пуансеттия может цвести. На самом деле это не цветы, это прицветковые листья. Цветочки, они маленькие и похожи на пуговки. Маленькие бутончики, и когда раскрываются, они желтого цвета. Прицветковые листья. И сами цветочки вот эти вот маленькие, очень мелкие. Невзрачные такие цветочки. Прицветковые листья вот такие вот. Очень яркого, красивого цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если ваши условия подошли к хуанцетти, то она будет цвести достаточно долго. Отцветет как раз она в период декабрь по март. Сбрасывает листву, и у нее начинается период покоя. Период покоя может длиться где-то месяц-полтора, и затем она вновь выпускает листья, почки и стоит зеленая до следующего декабря. У некоторых начинается период покоя, но есть такие, которые и не сбрасывают листья, не пользуются этим периодом покоя. Но все равно, примерно где-то в конце марта-апреля месяца лучше произвести обрезку. Обрезка производится в зависимости от того, какой куст вы хотите у себя иметь, какое растение. Ну вот видите, если растение высокое, как здесь, вы можете выше формировочную обрезку делать. А если у вас домашнее растение комнатное, и вы понимаете, что вам некуда его будет поставить, оно достаточно хорошо растет, то делайте обрезку на уровне 20 сантиметров. То есть там смотрите по каждой веточке, оставляете почки, которые будут пробуждаться, и обрезаете. Это растение молочай, сок ядовитый. При обрезке, пожалуйста, либо пользуйтесь перчатками, обязательно потом обработайте. И перед обрезкой нужно обработать инструмент, чтобы не занести никакую инфекцию. И после обрезки обязательно обработайте руки и инструменты, которыми пользуетесь, для того, чтобы не получить никаких ожогов, аллергических реакций. Вот так выглядит этот белый сок у растения. Я где-то неаккуратно задела, и оно сразу же выпустило. Ядовитый сок. Будьте аккуратны. Обратите внимание на ствол. Здесь он очень толстый. И здесь даже два ствола. Вот один. И они уже, правда, немножко срослись. И второй. Два ствола. Все зависит, конечно же, от формировки. То есть первая формировка, первая обрезка была на уровне 20 см. На срезе он моментально выпускает свои побеги новые. Хорошо переносит, в принципе, обрезку. Ствол голый. Только наверху, получается, остаются зеленые листья. И затем вот эти предцветковые листья, они краснеют. Могут быть белого, розового цвета. Разнообразно. Очень красивое цветение, яркое. Обрезаете, формируете, чтобы так высоко они, конечно же, уже вытягиваются, когда остаются вот голые веточки. И сверху только такая красота. Красная-красная. Ну и здесь, в принципе, оно достаточно аккуратно сформировано. Несмотря на то, что там уже очень толстый ствол внизу, основной. Все равно оно смотрится таким букетом. Новогодним, предновогодним. Как еще выбрать пуансеттию, чтобы не ошибиться? В магазине обращайте внимание в первую очередь на красивый лист, чтобы он не был подсушен. И самое главное, загляните вовнутрь. Вот этот уже достаточно долго цветет. Если можно так назвать, свежее цветение, если у вас получится найти, взять, обращайте внимание, как раз-таки заглядывайте вовнутрь. Если вы увидели, что бутончик зеленый, то есть он только-только начал цвести, его можно брать, и он вас будет радовать длительный период времени. А если уже бутончики такие, вот эти зеленые внутренние бутончики, желтенькие, уже как маленькие раскрытые цветочки, он уже цвел, цветет давно, какой-то период времени уже цветет, и сколько он процветет у вас, уже как повезет. Посмотрите, как оно только-только начинает, предцветковые листья начинают краснеть. Вот это начинается период цветения. Видите, никаких желтеньких цветочков вот здесь в данный момент нет, потому что это молодое цветение, только-только начинает зацветать. И вот вы точно так же при выборе в магазине обращайте внимание на внутренние маленькие цветочки. В домашних условиях, конечно, лучше в период цветения подкормить ваши растения, и тогда период цветения продлится. Напишите в комментариях, был ли у вас опыт выращивания фуансетти в домашних условиях, может быть и на открытых территориях. Удается ли вам ее заставить каждый год цвести? Надеюсь, что мои советы помогут вам. Я думаю, что у вас все получится. Пробуйте. А с вами была Георгиевская Татьяна. Если вам было видео полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я желаю вам красивых фуансетти в новом году. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok